Махасис Аяда. О природе Ниббаны. В палийских текстах Уданы есть следующие слова Будды, которые он произнес, описывая природу Ниббаны. Эта строфа включена в канон как Ниббана Патисамьюта Удана. Монахи. Есть качество Аятана, в котором нет элементов земли, воды, огня и воздуха. Это не сфера бесконечного пространства, и не сфера бесконечного сознания, и не сфера отсутствия всего, и не сфера ни восприятия, ни невосприятия. Это не этот мир, ни другой. Здесь нет ни луны, ни солнца. Здесь, монахи, я говорю вам, нет движения и нет появления. Здесь нет ни опоры, ни местонахождения. Это бессмертное, нерожденное, несотворенное. И это нигде не находится. Здесь никогда ничего не происходит. Здесь нет объектов чувств. Это конец страдания. Ниббана реально. Поскольку Ниббана означает прекращение сознания, материи и умственных формаций, то часто высказываются предположения, что это означает ничто. А потому это бесполезно. Однако Ниббана – это абсолютная реальность. Реальность угасания активности ума, материи и умственных формаций. И это то знание, к чему направлен путь, плод и пересмотр. Патча Викхана. Это объект ума, к которому направлено это знание. Будды, Архаты и Благородные утверждают, что эта реальность – истина. В качестве доказательства предположим, что Ниббана не существует, где бы угасали все циклы загрязнений, действия и результаты. Тогда никто в этой вселенной не мог бы найти покой. Если бы не было Ниббаны, то омрачение ума разрушали бы наши жизни, производя действия, которые давали бы результаты, что создавало бы условия для возникновения все новых групп совокупностей, подверженных страданию. Только путь и плод могут искоренить загрязнение. И это искоренение положит конец круговерти страдания. Прекращение страдания реально. Будды и Архаты достигли этого этапа. И после их паренебаны все страдания подошли к концу. В Ниббане нет первичных элементов. В Ниббане нет элементов твердости, элемента земли, текучести, воды, тепловой энергии, огня, движения, воздуха, с которыми мы обычно имеем дело в мире чувств. Например, в мире людей и девов. Или в мире форм. Мирах, Брахм и так далее. Овладевая твердостью, люди, девы и Брахма получают формы и очертания. Прекращение означает конец таких очертаний и форм, которые наделены массой. Это отсутствие массы. Здесь нет элементов текучести, тепловой энергии или силы движения. Материя не существует в Ниббане. Поскольку в Ниббане нет четырех первичных элементов, то нет и материи, которую создают эти четыре элемента, упада рупа. Например, нет глаза и видов, уха и звуков и так далее. Поскольку этого нет, то здесь не будет феноменов видения, слуха и так далее, которые имеют место в мире чувств, в виде сознания чувств и мире форм, в виде сознаний сферы форм. Подумайте, без глаз вы не можете видеть, без ушей вы не можете слышать, без носа вы не можете нюхать, без языка вы не можете чувствовать вкусы, без тела вы не можете ощущать прикосновения. Физические чувственные опоры – это места расположения чувствования, или можно сказать, что пять органов чувств создают базы для сознания. Без органов чувств сознание появиться не может. В мирах Брахм есть только опора глаза – чакху-пасада, и опора слуха – сота-пасада, но там нет опор носа – кхана-пасада, языка – дживха-пасада и тела – кайя-пасада. Брахмы могут иметь носы и языки в зачаточном виде, или тела, или массы в огромных размерах, но они не знают, что такое запах, вкус или тактильные ощущения. Однако опора для сознания ума, которая обычно называется сердечной опорой – хадая в адху – присутствует у всех чувствующих существ, божественных или человеческих. Поэтому в этих трех мирах может быть мысль, знание и медитативная поглощенность. Как я уже сказал, первичных элементов в небе нет, и нет и всякой материи, которая зависит от этих четырех элементов. Поскольку там нет материи, то там нет сознания, которое относится к миру чувств или миру форм, как, например, сознание первой джаны. Чтобы не быть многословным, я рассмотрю только ум – читта. Но вы должны помнить о том, что ум постоянно сопровождается умственными факторами – читасика. И теперь рассмотрим вопрос, есть ли в небане остаточное сознание, которое возникает вне зависимости от материи, как, например, сознание мира без форм. Отсутствие сознания мира без форм. Тексты очень четко говорят о том, что в небане нет сознания бесформенного мира, будь это сознанием сферы безграничного пространства, или сознанием сферы безграничного сознания, или сознанием сферы отсутствия всего, или сознанием сферы ни восприятия, ни невосприятия. В мире безграничного пространства перерождение начинается с предшествующим сознанием, связанным с комическим результатом, умом и умственными факторами. У обычного человека в промежутке существования между моментами перерождения и смерти возникает благое или неблагое сознание вместе с сопутствующими умственными факторами. Когда такой человек должным образом практиковал Дхамму, то он зовется учеником, секха. Такие ученики могут стать архатами, когда они перерождаются в мире безграничного пространства. В этом случае возникает только благое и функциональное сознание вместе с соответствующими факторами ума. Но материя здесь отсутствует. Присутствует только ум и фактор ума. В состоянии постоянного изменения. В этом мире все феномены психические. Психическим существам не нужна еда, одежда или кровь. Но обычно художники изображают этот мир и другие бесформенные сферы, как некие дворцы и особняки. Однако в небане это будет лишним, поскольку там нет ни ума, ни материи. В нынешние времена небуддисты стали сильно интересоваться пространством. Но это пространство физическое. Они могут не понять принцип существования мира безграничного пространства. Но Будда провел четкую грань между сферами ума и его составляющих, вместе с их состояниями медитативных поглощенностей, от сферы, где нет ума, где все составляющие ума и все поглощенности угасают. Медитирующий, который сосредотачивает свой ум на возникновении и исчезновении совокупности, может достичь знания беспристрастности к ним. Он или она достигает этого этапа и почувствует исчезновение физического ощущения себя, переживая только поток сознания, плавающий в пространстве. По мере того, как его или ее знание углубляется, этот поток станет все более четким. Строго говоря, это не поглощенность безграничным пространством, но прозрение, схожее с этой поглощенностью. К вышесказанному также можно добавить, что в неба не нет сознания и факторов ума, наличивающих в мире безграничного сознания, или в мире отсутствия всего, или в мире невосприятия, ни невосприятия. Высший мир существования – это где восприятие настолько утонченное, что его можно описать как промежуточную стадию между восприятием и невосприятием. И там точно такие же утонченные контакт, чувства, сознание и умственные формации, сопутствующие фактору ума. В неббане все эти утонченности полностью отсутствуют. То есть люди, у кого нет уверенности в Дхамме и которые не могут достигать джан или глубоких плодов медитации – самопатти – объявят все вышеуказанные учения, относящиеся к мирам существования, недействительными. Таким скептикам следует практиковать медитацию прозрения, который научил Будда. Если они дойдут до джанны, относящейся к сфере невосприятия, ни невосприятия, то они сами на собственном опыте поймут разницу между джановым состоянием мира без форм и небаной, где подобное состояние становится избыточным. Глупо отвергать джанну и небану без какого-либо практического опыта. Отсутствие ума и материи в небане В небане нет таких вещей, как ум или сопутствующие факторы ума, которые имеют место в мире чувств и мире форм. Естественным образом следует, что ум и материя, принадлежащие 31 сфере существования, полностью отсутствуют в небане. Однако некоторые любят заявлять, что после паранибаны Будды и Архаты обретают особый вид ума и материи в небане. Такое чрезмерное умствование характерно для тех, кто не может отпустить свое эго. На этот счет один ученый Саяда сказал, что если в небане есть особый вид ума и материи, то там также должен быть особый вид перерождений, который порождает особые виды старости, болезни, смерти. А эти, в свою очередь, являются причиной особых видов страданий, стенаний, печали, отчаяния и боли, когда учения ясным образом говорят о прекращении. Не надо пытаться заглядывать еще дальше и формулировать идею об особом виде существования. Прекращение указывает на ничто иное, как ничто. Небанна, которая не связана с умом и материи, не может быть связана ни с этим миром, ни с другими мирами. Небанна за пределами всех миров. В текстах сказано может возникнуть вопрос, может ли чувствующее существо достичь Небаны, так же, как существа из низших миров, приходят в мир людей, или существа из мира людей приходят в мир дэвов. В Небане нет таких перерождений. Обычно говорят, что Будды и Архаты входят в Небану, и особенно в Анну-Подисеса Небану, Пара-Небану. Это не означает, что у них формируются новые совокупности, а наоборот, происходит отсечение потока ума и материи, которые порождают существование. Это полное прекращение совокупностей, и это прекращение и является Небаной без остатка. Это не какое-то место, куда приходят существа из других миров. Также из Небаны никто не выпадает в различные миры существования. Существа с благой каммой уходят из мира людей и появляются в мире дэвов, а те из небесных обителей могут спуститься обратно, рождаясь на земле людьми. Существа с неблагой каммой могут отправиться в нижние миры. В Небанне нет таких похождений. В Небанне нет толпы. Часто спрашивают, существуют ли Будды и Архаты как индивидуальные сущности в Небане. В Небане нет толпы. Она не выстроена из-за особого вида ума и материи, и нельзя рассматривать ее как гору, населенную существами, что простирается по небосводу, как земля или небесные миры. Небанна – это отсутствие смерти и рождения. В тридцать одной сфере существования существо рождается и умирает, потом рождается опять и опять умирает. В Небане нет рождения и нет смерти. В мире дэвов и брахм рождение означает внезапное появление, а смерть означает внезапное исчезновение. Небанна – это прекращение любых совокупностей. В таком прекращении нет ни появления, ни уничтожения. Небанна нигде не находится. Небанна нигде не находится, поэтому нельзя определить ее местоположение. Это ни здесь, ни там. Она не на небесах. В термине намарупа нама означает, что ум охватывает небанну, но в этом контексте это не означает, что небана – это ум или умственный фактор. Поэтому три аспекта сознания – возникновение, длительность, исчезновение – не существуют в небане. Только образно можно сказать, что небана находится в этом самом уме и теле. В небане нет ума и материи. В этом теле ум и материя находятся в состоянии постоянной текучести и изменения, и потому мы говорим, что они текут беспрерывно, подобно реке. Медитирующий, который достиг знания возникновения и исчезновения обусловленных вещей, знает, что ум и материя возникают в данный миг и в следующий миг уже исчезают. Когда практикующий развил знания беспристрастности, то он или она почувствует, что весь поток ума и материи перестал течь. Это угасание. В небане нет объектов чувств. Когда нет ума, материи, сознания, факторов ума и так далее, то нет и объектов чувств. А когда нет объектов чувств, то нет возможности для возникновения умственных формаций, что могли бы начать выполнять свои соответствующие функции. Небанно означает конец страданий. Поскольку в ней нет первичных элементов и нет ума и материи, все прекращается, и это прекращение означает вечный покой. Все страдания заканчиваются. Конец мира Небана нигде не находится, но если говорить образно, то она находится в теле Архата. Об этом упоминается в Рахитасса Сутти, в Санюта и Ангутара Никая. Когда Будда жил в монастыре Джавадатте в Савадхе, к нему пришел Дева по имени Рахитасса и спросил, почтенный, можно ли дойти до границы мира, где не было бы становления, старения, смерти и перерождения? Будда ответил на этот вопрос так. Друг, я никогда не утверждал, что можно дойти до края мира, где не было бы ни становления, ни старения, ни смерти, ни перерождения. Я никогда не говорил, что таким образом можно достичь, реализовать и познать конец мира. Рахитасса был очень доволен таким объяснением. В прошлом он был аскетом, обладавшим сверхъестественными способностями, за счет которых он хотел дойти до края мира. Он шагал по вселенной от одной планеты к другой, целый век, но так и не смог достичь желаемого. В конечном итоге он умер и родился Девом в той же самой вселенной, в которой он странствовал, будучи могущественным аскетом. однако, он подразумевал материальную вселенную. Будда же отвечал, подразумевая круг страданий, который порожден потоком ума и материи. Только когда прекращается этот круг, можно достичь окончания мира. Затем Будда продолжил, Друг, я не говорю о том, что все страдания закончатся, если не дойти к концу мира, но я говорю, условно, что мир находится в этом самом теле, который имеет ум и восприятие. Я также учу возникновению мира, прекращению мира и пути, ведущему к прекращению мира. Если нельзя достичь края мира физическими усилиями, то можно это сделать через соответствующее знание, достигаемое через медитативное прозрение. Под словом мир, Будда подразумевал страдания. Весь мир, который обусловлен потоком ума и материи, является миром страданий, за пределами которого лежит Ниббана. Четыре благородные истины находятся в теле. Можно говорить о мире в этом самом теле. Это все страдания. И потому это раскрывает истину страдания. Здесь также можно найти причину страдания, и это научит нас истине о возникновении страдания. В теле можно найти освобождение от страдания, и это научит нас истине о прекращении страдания. Поэтому все эти четыре благородные истины могут быть открыты в теле существа, что принадлежит этой вселенной. Вы не можете указать местоположение Ниббаны. Прежде чем вступить в Паранибану, Архаты все еще несут тяжкий груз совокупностей, которые прекращаются после их Паранибаны. Можно сказать, что это прекращение наступает внутри тела Архата. Поэтому мы условно говорим о существовании Ниббаны внутри наших тел совокупностей. Однако с точки зрения Абхидхама Ниббана не находится в теле. Вот почему в текстах Уданы она описывается как Апатитхам, что означает нет места, куда можно было бы встать. Вселенная внутри. Истина страдания относится к страдательности пяти совокупностей цепляния, которые возникают в чувственных опорах, когда объект попадает в зону обозрения чувств. Когда вы смотрите на что-то, глаз получает изображение объекта. Через дверь глаза. И контакт между объектом и этой чувственной опорой дает вам знание о том, что вы увидели этот объект. Этот феномен видения достаточно очевиден. Вы знаете, что у вас есть глаза и чувствуете, что вы полностью владеете ими. Вы как видящий существуете. Объект, который вы видите четкий и понятен вашему уму. Точно так же вы можете проанализировать феномен слуха, вкуса и так далее. Как только что-то из этого возникает, развивается цепляние к наблюдаемому чувственному объекту. Когда вы видите человека, вы распознаете его как мужчину или женщину, и черты этого человека представляются вам как приятные. Вы мгновенно цепляетесь к нему или к ней. Ваш глаз и объект глаза составляют совокупность цепляния к форме или к материи. Когда вы узнаете то, что видите, знайте, что теперь действует сознание и формируется совокупность цепляния к сознанию. Вы увидели объект, и внутри вас возникают приятные или неприятные чувства. Так вы развиваете совокупность цепляния к чувству. Обычно вы замечаете то, что видите, поэтому вы можете вспомнить это, если в этом будет надобность. Вы развили восприятие, и теперь у вас есть цепляние к совокупности восприятия. Затем у вас есть волевые действия, которые происходят внутри вашего ума в отношении благих или неблагих действий, которые вы совершаете. Такие состояния ума лежат вне зоны чувств и восприятия, и создают умственные формации, к которым вы также цепляетесь. Так появляется совокупность цепляния к умственным формациям. И таким образом, за счет этого акта, видения, слуха и т.д., возникли все пять совокупностей цепляния. Эти совокупности постоянно возникают в нас, но их возникновение происходит так быстро, что мы едва замечаем это. В основном, мы не можем поймать момент, когда происходит этот феномен. Однако с развитием внимательности мы можем замечать возникновение и исчезновение совокупности цепляния, и таким образом можем увидеть тот факт, что этот постоянно изменяющийся поток крайне неудовлетворительный, и это страдания. Эти пять совокупностей цепляния формируют нашу Вселенную. Они раскрывают истину страдания. Обычный человек не может заметить процесс видения таким, какой он есть на самом деле, и потому не может ухватить подлинную природу феномена. Как только этот феномен возникает, он или она думает, что видение – это приятно, и принимает страдания за удовольствие, и таким образом развивается пристрастие к удовольствию. Эта жажда со временем становится сильной и возникает привязанность. Когда он или она делает попытку насытить свою жажду, то возникают формации. Таким образом, теперь в игру вступают умственные формации. Из-за действия формаций, умирающий человек видит в своем уме собственные прошлые действия – камма, и видение этих действий – камма-немита, а также знаки дальнейшей участи – гати-немита. Ум ухватывает эти объекты благодаря цеплянию. Это похоже на утопающего, который хватался бы за любой плавучий предмет на поверхности воды. Умирающий таким же образом хватается за объект ума. Затем происходит сознание смерти, и он или она оставляет совокупности позади. И это сознание ретируется в прошлое. Однако из-за того, что цепляние в уме не было уничтожено, объект ума сознания смерти прошлого существования влияет на сознание перерождения, которое происходит уже в новом существовании. Так начинается новая жизнь с новым сознанием, и это связывает прошлое с настоящим. Поэтому этот тип сознания и называется перерождающим. Далее следует умственное содержимое фактора жизни. Когда происходит сознание, то за ним следуют и умственные формации. Затем в зависимости от них возникают и материальные феномены. Если жажда не отсечена, то эти умственные и материальные феномены продолжают формироваться бесконечно долго, пока длится сансара. Поэтому жажда является причиной, которая создает эту вселенную, и поскольку эта вселенная, эта груда страданий, она несет в себе истину причины страдания. И у каждого есть возможность увидеть эту истину. Зрение, слух, вкус, обоняние и осязание – это все факторы страдания. И в этом отношении жажда становится причиной. По этой причине нам нравится видеть, слышать, пробовать на вкус, нюхать и трогать. И страдание возникает вновь. Это истина страдания и причина страдания.